Всем привет! Меня зовут Ольга, вы на канале Наши Растения. И сегодня мы поговорим о влажности в наших квартирах и домах. Если у вас дома есть растения, родина которых тропики, то в рекомендациях по уходу вы наверняка видели, что им требуется высокая влажность воздуха. Летом, как правило, с этим проблем нет. А вот когда наступает холода и включается отопление, то влажность воздуха очень сильно падает. Как же определить, какая влажность в помещении, где вы находитесь? Это можно почувствовать на себе, потому что очень сильно начинает пересыхать нос, сухость будет ощущаться в горле. Это можно увидеть и на самих растениях, так как у них начинают подсыхать кончики листьев. Ну и проще, правильнее всего, использовать датчики измерения влажности. У меня дома расположен вот такой датчик. Состоит он из четырех частей, основная база и еще вот таких три маленьких датчика. Они развешиваются в разных комнатах и показания с трех комнат выводятся вот на этот общий дисплей. Плюс четвертая комната, в которой висит сама база. Таким образом можно контролировать влажность и температуру в четырех комнатах в вашем доме. Это очень удобно, я с удовольствием пользуюсь этим прибором. Итак, как же поднять влажность в помещении? Если под рукой совсем ничего нет, а вы видите, что растению становится плохо, то можно использовать любую емкость, поддон, которая будет шире вашего горшочка. То есть набрать воды, насыпать туда, например, керамзит, чтобы горшок в воде не стоял. И за счет того, что вода будет вокруг горшочка испаряться, вокруг растения будет создаваться такой микроклимат, чуть более влажный, чем в вашей комнате. Поднять влажность можно с помощью увлажнительного воздуха. Сейчас на рынке их существует очень много. На что бы я посоветовала обратить внимание при выборе этого прибора? Прежде всего на резервуар. Чем меньше будет емкость для воды, тем чаще вам придется его вытаскивать и наполнять заново. К примеру, у меня есть два увлажнителя. Один на 2,5 литра, и мне приходится наполнять его утром и вечером. Второй на 5 литров, и его приходится наполнять только раз в сутки. Вроде бы ничего сложного утром-вечером набрать воды, но на самом деле, когда вы делаете это каждый день, то со временем это реально может надоесть. С другой стороны, у маленького увлажнителя есть свои плюсы. Во-первых, он стоит дешевле, во-вторых, занимает чуть меньше места. Второй важный момент у увлажнителей – это способ заполнения вот этого бака водой. Многие из них сделаны так, что вода набирается снизу. Когда бачок большой, делать это не очень удобно. Поэтому обратите внимание на увлажнители, которые имеют залив воды сверху. Самый популярный способ увлажнения растений – это использование опрыскивателей. На что следует обратить внимание при выборе опрыскивателей? Очень рекомендую покупать самые дешевые опрыскиватели. Например, вот этот я купила за 40 рублей. Не помню в каком магазине, но помню, что он стоил недорого. В итоге он принял вот такую форму уже очень быстро. Не могу сказать, по какой причине это произошло, но это случилось. И это очень неприятно, и внешний вид некрасивый. Ну и пользоваться им не очень-то удобно. Второй момент – это объем жидкостей, который вмещает опрыскиватель. Они бывают маленькие – 250-300 мл. Бывают вот такие побольше, на полтора литра. Здесь все зависит от того, сколько у вас растений. Если растений дома немного, то вот такого будет вполне достаточно. Когда в доме появляется уже достаточно большое количество растений, особенно в тот момент, когда приходится делать какую-то обработку от вредителей, то использовать вот такие маленькие механические опрыскиватели становится очень тяжело. Потому как недостаточно просто вот так взять опрыскать растения. Нужно взять каждый листик, с двух сторон его обработать. Уже через несколько минут рука начинает очень сильно уставать. Приходится перекладывать в другую руку. Другой момент, что вот эти механизмы нажатия тоже не вечные. И при многократном нажатии могут сломаться. В этом случае можно использовать вот такой опрыскиватель с насосом. Как правило, такие опрыскиватели используют в саду, в огороде. Но в комнатных условиях, при большом количестве растений, отлично подойдут для использования. Если честно, первый раз пользуюсь таким опрыскивателем. Сейчас передо мной опрыскиватель ЖУК фирмы Цикл. Новенький еще. И сейчас я почитаю инструкцию, как им пользоваться. Вот здесь также указано, какие растворы можно в нем использовать. Воду для увлажнения и орошения растений. Делать химическую обработку. При этом использовать составы, которые не оставляют нерастворимый осадок. Это, кстати, очень хорошая поправка, потому что пару своих опрыскивателей я так испортила. Поэтому старайтесь использовать в опрыскивателях полностью растворимые химические препараты. Также здесь написано, что используют для мойки машин, чистки стекол и прочих поверхностей. То есть можно заливать какие-то химические средства и делать уборку в доме. Итак, отверните узел для распыления. Отворачиваем. Залейте раствор в бак до желаемого уровня, не превышая допустимый объем. Написано, что допустимый объем 1,3 литра. Закручиваем обратно. За ручку насоса накачайте необходимое для работы давление. Давайте накачаем. Не очень понятно, сколько нам необходимо, поэтому будем пробовать. Расстройте струю для рассеивания. То есть вот эту покрутим туда-сюда, когда нам надо будет. И для начала работы нажмите кнопку. Давайте поставим растение, чтобы зря не пылить. Нажимаем кнопку. Так, слишком. Затягиваем. Вот, все отлично. Получается, я просто жму кнопку, удерживаю ее и идет струя. Сейчас попробую опрыскать свой фикус. Крышечку я затянула почти максимально. Нажимаю на кнопочку. И опрыскивание пошло. В итоге, что могу сказать? Удобно тем, что большая емкость, что нажал кнопочку и просто управляешь направлением струей, уже не думая ни о чем, рука не устает. Труя воды достаточно интенсивная и немного крупнее, чем вот в таком ручном опрыскивателе. Это будет очень удобно при обработке растений от вредителей и болезней. Если у вас растения ставят на мебели, они маленькие такие, как фиалка, или с ворсистыми листьями, как колоте и зибрина, то, наверное, проще использовать будет вот такой. Потому что им достаточно буквально трех-четырех нажатий, таких легких, над листвой. В таком опрыскивателе контролировать поток сложнее, либо это пройдет с опытом. В общем, в идеале иметь под рукой два опрыскивателя и такой, и такой. Каждый из них найдет свое применение. У меня на сегодня все. Надеюсь, информация была вам полезна. Делитесь своим опытом в комментариях. Я прощаюсь с вами. И до новых встреч!